Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Первое послание к Каринфянам, 9 глава, 24 стих. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Ресталище – это стадион. Я вчера на эту тему как раз говорил, что такое скорость, как пользуется, если правильно пользоваться упражнениями, какая польза от этого здоровья. И что, вчера записали? Я-то как прихожу домой, уже благодарность идет. Думал, что у меня, как со здоровьем? Оказывается, можно делать гимнастику, мне это поможет. Я еще-то когда дому дошел, вчера на прокладе уже выпили. Вот это ускоренность называется. И здесь бегите, чтобы получить. Сразу вопросы. Кому? Если это кому-то, который там, а какое отношение ко мне имеют? А я едва хожу. Здесь всем. Больные, слепые, прокаженные, бесноватые. Бегите. Не сиди. А вот я не могу. Я… Израиль разделился после внука Давыдова, а Соломона родился сын Рабаам. Там, как говорится, природа отдыхает на внуках. И при нем разделилось царство. И два царя воюют между собой, потом соглашаются вместе. Договор, соглашение, и пошли воевать. И вот однажды у них там, как вот, когда с Наполеоном воевали, и там сидят офицеры, все рассуждают. Как? Что? И представьте, кто-то бы вошел в это время и сказал, выйди. Не было этого. А тут так. Союз у них, совет. Заходит человек и говорит, выйди. А кто? Ну ты выйди, начальник. Вышел. Тебя Бог ставит царем над двумя государствами. Вылил на него быстро и бежать елей. А те ждут. Что ж такое? Не было такого, чтобы прервалось военное совещание. Ну что? Ну вы знаете, эти люди какие. Ну говори, что он сказал. Да говорить даже стыдно. У меня образование, академия никакой не кончал. Он вылил на меня, видишь, что испачкал все. И говорит, ты царь над двумя. Они мгновенно все встали. Божье дело. И одежды под ним постелили. Это означает, моя плоть повинуется тебе. А душой ты уже распорядился. Вы знаете историю? Имя этого человека из четырех гласных. Гласных. Ни одного согласного. Вообще такого имя не найдешь даже. Четыре. И, и, у, и. И вот он сразу не сказал. Давайте мы подумаем, пошлем, узнаем, разведаем. Никаких мгновенно. Труба. Все войска тронулись. А там часовые стоят. И видят из засопок, выворачивается кто-то, лента какая-то идет. Я просто представляю, как это. И спрашивают, кто идет. Не знаем. Ну, послали посыльного. Посыльный дошел и говорит, а вы кто такие, кто? Какое тебе дело? Становись в ряды наши. Все, второго послали. Так, дошел и не возвращается. Стремительно. К другому городу приближаются войска. Кто? Еще раз, бинокля-то не было. Посмотрели. А походка стремительная. Слово стремительная. Это только Юй так делает. Он, наверное, принимает решение. Никогда погода другая будет. Юй. Ну и все. Только бежать. Сразу двух царей обезглавил. Знаете, как он стремительно дальше? Ну, вот 70 сыновей. Представь, как с царскими детьми обращаются. Какие им там льготы дают. Записка поступила. Выходите на войну. Ставьте любого царского ребенка. Они, ребята, большие уже все. Будем воевать. Собрались там советы явных. И кого воевать-то? Ну, сразу завоевал уже все. Если вы меня слушаетесь, головы. 70-ти закруты даже здесь. Они играют, учатся там. Учатся там. Наверное, обезглавили всех. И в казинах принесли все головы. Вы знаете эту историю? Речь говорится об истароте. И есть моменты, где нельзя бежать. И нельзя торопиться. И поговорка есть. На скорую руку, на долгую муку. Про что говорится? Про женить бы, про свадьбы. Я на этой теме побольше остановлюсь. Жена главного преступника, который царя сверг. Она сказала, если 17%, как вы считали, это, видимо, Менделеев помог. 17% разводов это национальная катастрофа. 17? Вы даже не знаете, или кто знает сегодня. Сегодня, первые 4 года, потому что 3 года та самая любовь играет, дальше замыкается, разводов 84,6%. Тысячу свадьб, 846, через 4 года нету. Кто детей воспитывает? Ведь мы находимся не на катастрофе какой-то, а на полном, абсолютном развале. Самое главное. Я ставлю цифры, которые не мною. Селение. От Алтайский край. Жительство Сибири называется. Это богатое такое, метрополия, все здесь. И сколько? 400, это уже 30 сел полностью разрушено. Во всей стране 80 тысяч населенных пунктов исчезли. А что такое населенный пункт? Ну, это все, что есть, и масло, и хлеб, и все. А какое же это государство без этого? А посмотрите, как с ними обращаются, с этими тружениками. У нас есть один фермер. Он говорит, вот рядом Казахстан, не такая уж богатая страна. Они, государство, помогают купить новые комбайны. А они эти старые свои продают нашим. Я даже не поверил, не может быть. Самая богатая страна, это наша страна. Чего тут только нет. Недры, леса, озера, все есть. А вот не хватает одну, как Карамзин говорил. Главная беда, это наше начальство и дороги. Вот оно к этому все и подошло. Почему? Стремительно надо это делать. И оседали такую свободу, вы помните, те годы было. И у нас занятия шли, я вел занятия АГТУ, ВАГУ. Браздных там где-то, в общем, 5 институтов. Сколько? В 13 школах вел занятия, это бог делать. Я говорил, это золотое время, успевайте. Сейчас на столе выложили мы вкладыши газеты, когда мы начинали еще только опубликовывать. У меня 14 материалов вышло. И приходят на наши занятия люди, с которыми не такие близкие связи. Они говорят, а почему у вас только в газете, а почему книгу не издать? Книгу? Ну, пускай книгу. Так это вы должны делать. Так это дорого. Дорого. Так это у нас газеты. Да газеты перегнул несколько раз и считать нельзя. Понимаете, вот, сам никогда не додумаешься. А кто будет корректировать? А что это такое? Я ни одного слова не знаю это. 38 томов лежит, и сейчас готовится такой труд, которого, может, никогда не было. Просим помолиться, попутаться. Стремительно надо делать. Обстановка меняется. У нас первый, это трехтомник Нового Завета. Обычно по одной книге. Дальше что? Проповедь в стихах. Четырехтомник. Тот был 752 страниц, этот 882. Сейчас готовится шеститомник. И примерно будет по 1150 страниц. Проповеди во свете Святой Библии. Это тоже будет там. Я не думал, подтолкнули, успевайте, потому что события развиваются так, что скоро тебе возможности этой не будет. Ну и Бог дал мне сейчас помогают делать, примерно, 46 человек. Вещь неслыханная. И вот это, что есть, это надо перевести в ворд, в буквы. Ну и знают, которые у нас есть. Люди помогают в этом деле. То есть стремительно надо менять обстановку. И дальше. Есть такие выражения, которые надо просто так. Поспешишь людей, насмешишь. То есть нельзя спешить. Мы сейчас посмотрим, что нам скажет Господь Бог Духом Святым через Слово Своё. Напредите память, внимание. Мы разойдемся. Слова эти пойдут далеко дальше. Стремительность. И дальше бегите, чтобы получить. А что это за поприще, жизнь наша здесь? Завтра будет поздно. И в болячках своих никого не винить. То, что к тебе так относятся, никого не вини. Ты начни с себя. Самый главный враг, даже не тот, который с неба пал, главный тебе. Ты не дай ему места здесь. Кажется, они кричали, сойди с креста. А Златоуз говорит, не они кричали. Это он их языком, их гортанью кричал. Они отдали себя на его усмотрение. А он квартирант. Вот если квартирант, значит капает. В сторонку кровать передвинулся. А у нас немного что-то. Мы сейчас думаем, как подремонтировать? Как, чтобы не повалилось все это? Да почему это твое? Вот это наше поприще. Из этих храмов не выходите никогда. Сколько сегодня? Церковь мою. 16-18. Евангелие от Матвея. Я создам. Не люди. Не Мартин Лютер создаст. Не Джон Смит. Сколько их таких? Не Елена Уайт. А я создам церковь. Сколько? А у нас церкви много. Вот он здесь приехал, американец. Мы приезжали у меня здесь, беседовали в том доме. Записали, знаете как. Я говорю, откуда твое имя такое-то? Его даже не слыхал. Он говорит, и уст. А то перевод такой. Вы знаете, о ком говорю. Здесь он приехал с Америки. А у нас 21 тысяча церквей разных, христианских. 21 тысяча человек стоят. У каждого в руках Библия. И каждый говорит, эти все пропащие со мной. У нас здесь в Покровском соборе две коляски было. Сейчас их нету. В одном Валюшка лежал больной. А в другом Олюшка. И ту Олюшку спрашивает. А вот мы ходим с Иваном, который парализованно лежит. Совершенно. Руки вот так. Я их обоих знаю. К бане никак не ходить. Эти люди погибшие, это еретики, это сектанты. Она его пальцем не задевала. Решили Ваню проверить? Ванюшка тоже. Олюшка, да она вообще Бога не знает, что она говорит. Вот и все рядом два. В одинаковом положении. Одного другого, который приходит, что там опускает в копилку, не дать, чтобы он не ушел туда. Милости Божьей, у нас вроде Мамона так не царствует здесь. Итак, бегите, чтобы получить. Вы хотите сдвинуться с места сегодня? Я не буду крещать, потому что на улице я бы это сказал, что другие слышали. А здесь еще голос повышать, когда все сидят слышат. Ты вчера ничего не делал. А почему? Что ты сделала для души и для окружающих? С какими плодами придешь? Когда Господь встал спрашивать, сколько дал? Пять. Обратно десять. А сколько два? Четыре. А один? Он даже не разбил его. Но пошел, закопал, платок забернул там. Вообще. И когда он встал на расчет, он говорит, я знал, ты злой человек. Жнешь, где не сел, собираешь, где не рассыпал. А ответ, ты знал, что я такой? Свяжите по рукам и ногам. И выброси во тьму внешне. Отсюда делается вывод, что я тьма внутренняя. Отсюда. Он веру не потерял. Ходил в церковь, свечки зажигал, прищащался. Выброси его. Он пустой. Я иногда привожу не православное, но у нас хорошие есть знакомые. Поются песни так. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу, с ног один в руках нести. Ты желаешь это? Слушай внимательно, что сегодня нам скажет Господь Бог. Прочитаем. Мы вернемся опять к этому стиху. Пожалуйста. Евреям 4.1 Это единственное послание, которое Павел не подписал. Такая опасность была. Везде. Рад Божий. Здесь никак. Ну уж догадались, потому что пишут. 4.1 Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Оказывается, тихо двигаются опоздавшие. Я встречал людей, которые с ними беседовали. Он обратился. Ну куда я пойду? Ты видишь теперь опоздавший. Ну а что ты можешь делать? Вот мы беседуем однажды с еписком одним. Ему-то все вновь. Он думает, главное это там, что его поставили. И теперь он дает отчет, деньги отчисляет и все. И Господь его сердце коснулся. А сердце коснулся, человек вышел от них. Проходит какое-то короткое время, он сидит, считает. И в это время ему смерть является. Он только успел вскрикнуть, помолитесь обо мне. Подбежал к кресту, дома стал, Господи, прости, я виновен. И тут же умер. Я рассказываю небасе. Я свидетель всему этому. Почему? Торопись, пока есть возможность, пока силы есть. Завтра не будет возможности. И то он даже не заметит, как вырастет. Я хотел сказать, в таком возрасте он сразу подошел и сел. Это был какой-то рыбошапка у локтистов. А кто-то едет, который его подвозит. И он говорит, а люди сегодня как? Обстановка позволила, они как змея, говорит, на пеньке. Голову повернула, змея лежит, греется на пеньке. Это надо так, чтобы совместилось. Говорят, вот президент может это сделать, рыбачить там водолазов. Они там сидят, рыбу в руках, на крючок насадил. Но тогда не было, Господи, идите. Первая рыба, достанете какой монеты и рассчитаетесь за нас, пойдете. Что-то можно поделать, это нельзя поделать. И так, чтобы не оказался кто опоздавшим. Вот себе подумай, на какой версте находится мировая история. Разберись. И узнай, на какой версте твоя душа. Завтра нисколько лучше не будет. А я отлежусь, может лучше будет. Нет. У меня сегодня 32 тысячи врагов. Завтра будет 36. Он даже брат встает, говорит, что спать не дали. Бывает, завночь я ко мне угроз. 41. Ну, пройди себе, что, 41 звонок тебе. С угрозой, мы уже у дверей стоим, открывай. И другими словами, нецензурными. Почему? И это ни день, ни два. Сегодня уже, наверное, около 30 тысяч, которые завели в черный список. Брат, который помогает. Это ежедневно. Ни одного дня нет, чтобы не было мне угроз. Это говорит о том, что Господь что-то принял. И велика ваша награда. Вы сейчас только пропели. Смотрите, чтобы эта награда, даже простая, не прошла мимо. Вы слышите? Мне для того, чтобы обратиться, достаточно было полчаса. Знал, что Бог есть, а дальше ничего не знала. Мать не знала, Евангелия нет, Библии не держали в руках. И это было. А однажды, и Бог позволил стремительно пройти 61 год. Это только от Бога. Своими силами никак. Господь посылает и болезни, и все. Это последний день. Как я поведу себя здесь? В первую очередь, прошу всех прощения. Это так. Я еще раз скажу. У меня такое состояние бывает часто. Уезжая из Потеряевки, как будто никогда больше туда не вернусь. Это самое правильное. А дальше события будут разворачиваться так. Мировые события, местные. Что даже политологи не могут определить. Никто не думал, что сейчас наша страна будет против Израиля. Никак. Все время были за... Сейчас за Хамас, за этих... За арабов. И где-то приезжают на высоком Кремлевском уровне. Что это означает? Мы ничего не знаем. Мы имеем только что другие люди. Это означает события. Буквально вот здесь вот находятся. Полшага, и начинается мировая история. К закату идет. Мировые часы. Все часы остановятся. На Суде Божьем. И времени больше не будет. Хотя слово время, это тайна для человека. Откуда оно появилось? Когда? Прочитаем еще несколько мест. Бытие. 1867. Мы посмотрим, в какие моменты нужно спешить. Он сидит у своего шатра. Ну, златоуст адвокат. Поэтому у него все поставлено по судейной форме. Рассуждения на 100% точные. И он говорит, он не просто сидит, греется. Он там, дорога идет. И он думает, ну к дороге шашты-то не ставили-то. И он думал, как бы мимо кто-то не прошел. Но он не знал. Некоторых, принимая, говорит, людей, приняли ангелов, даже не зная. И вот здесь троица. Троица нету. Два ангела и Господь. Тут уже и в картинах, и в рублевом все проверено. И Библия нам о том говорит. И вот здесь он что, побежал? Столетний. И каких-то там 80 лет. Столетний? А почему слугу не послал? Сколько слуг было? Награду златоуст говорит. Он никому не желал отдать эту награду. Сара, у тебя сколько работе? Быстенько замешивай. Твоя награда здесь будет, на кухне. И вы знаете, рассмешится она здесь даже. Может, никогда так и не смеялась. У меня главная забота. Потомства нету. И когда Господь ему ответил, что год пройдет, и ты на руках будешь держать сара, она засмеялась. И ребенок, когда родится, она назовет его смех. Исаки. У другой веры там Исхак. Ну, это понятно, что. И так, он побежал специально, показывает. Когда нам представляется какая-то возможность рассудить своими средствами, транспортом. У меня транспорта нету, кроме ржавого велосипеда. Но я гляжу, кто выезжает, сразу подбирает немощный, душа радуется. И так и делайте. Не уезжайте, пока самых немощных не увезете домой. Это уже труд, это благословение, не на один день. И далее читаем. Всего поспешать. 180 раз Библия говорит. С неканоническими книгами. Псалом. 1-3. И будет он, как дерево посажено при потоках вод, Которое приносит плод свой во время свое, И лист, которого не венит, И во все, что он не делает, успеет. Да это не может быть, чтобы все, что и успеет. Дальше ты говоришь, что блажен муж, который не ходит на совет несчастивых, По чужим собраниям, чужие там не слушаешь, А такое выставляют, оно нам никак не годится. Не надо это смотреть. Иногда накидают мне за ночь, А вот в это посмотрите. Дайте ответ. Я только заголовки гляну. Некогда мне. Некогда. Я за компьютером провожу в среднем 14-16 часов каждый день. В третьем часу ночи я уже сижу за ним. То, что сейчас говорится, И то, что перевели, Теперь корректуру делаю сам. По милости Божией. Уже 70 проповедей готовые. И там, которые впереди прошли 1300. Труд огромный будет. И поэтому нам нужна молитва и поддержка, Чтобы успели, ничего не изменилось. Теперь почти все упирается в средства. Я не знаю, как до конца будет. Ну, не меньше 9 миллионов. Ясно, что это не наши средства, Но Господь всегда находил. Находил. Сегодня понятно. Потому что бумажные комбинаты закрыли. Дерево опустошается, Супки, Красноярский край, Там сотнями тысяч кубометров в Китай. А теперь они диктуют нам цены. Еще не сделаешь. Но это для Бога. Ни для прихоти, ни для обогащения. Так. Притча Соломона. 20 глава, 21 стих. И успеет написано. Успеет. А то времени не хватает. Интересно. Ну, времени не хватает. Надо короб подоить, там то другое. Здесь что-то ты делаешь по работе. Золотовец нам говорит. Нет времени пойти в храм. Пойди в храм. Время будет на все хватать. То есть от обратного найдет расчет. Да не считай как. Я вчера говорил, у нас здесь были люди, которые хотели в большом спорте быть. Лежат парализованы, почти недвижимые. Страшное состояние. А подходили, благословение просили. В воскресный день я говорю, нету. Никак. Ничего не может быть выше божественной витургии. Когда священник здесь. Да и мы, по слову Божьему, все это ведем. Тем более, вот это подавали мы епископ. Он посмотрел. Да тут все как надо. Мы. Это Виктор Николаевич составил. Что считать? Когда священника нет. Благословен Господь. Так. 20 глава, 21 стих. И 25. Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии. Поспешно захваченное. Люди захватывают. Под разными причинами. Поделы документы, там, что угодно. Главное, на первом месте у нас, оказывается, Златоус говорит, даже не Евангелие, а оно вторичное, на первом месте, совесть. Я разговаривал когда с судьей, я говорю, ну, это же несправедливо он. Говорит, я ничего не могу. Не какой-то судья, у него звание генерала-майора. Я, говорит, ничего не могу сделать. Он женился, с нами не посоветовалось. Год прожил, разводится, квартира пополам. А я, рабочий, который пришел к нему, к судье, говорит, всю жизнь работал, квартиру ждал, теперь своя. И теперь, что я должен сделать? Того, его не возьмешь никак, потому что закон на его стороне. Закон, но закон-то он, по сравнению с Библией, это ведь не на первом месте стоит. Сегодня можно достать любую бумажку. Сколько за деньги идут, кубометры меряют деньги, взятки. Взятка иногда бывает сегодня до 500 тысяч долларов. Это взятка. Трудно устоять. Как этого главного полковника в Москве арестовали, только самосвалом вывозили деньги. Речь шла о кубометрах. И он свободно сидит, знает, что выкупят и все. Никакой тайны в этом нет. Почему? А вот если бы обращались так, я обращаюсь, когда говорю, вы, знаете, я православный, но есть другая рядом религия, которая нам во многом покажет. Я вот с ними беседовал, но они говорят, ну, ладно, вы крайне говорите. А у вас дома для престарелых есть? Я говорю, есть. У нас 1400 лет ни одного нету. Вы знаете, о ком я говорю. А есть что для детей, которые беспризорные, там, родители внезапно умерли, и тоже там дома есть, у нас ни одного нету. К утру всех детей уже они разберут, и воспитывать будет только как своего ребенка. Понятно? Поэтому пошире глаза открыть надо, посмотреть, кто с нами рядом жил. Мы, может, что-то можем взять от них. Я много там ездил, с этими людьми знаю, я скажу, русских не видал. Мы останавливаемся, город находится внизу, а тут как площадка одна. Ну, каждый занимается. Остановился тут переночевать. Я не вижу, кто, но вот остановился, люди этой же веры. Ему не больше 18 лет, он выходит, дарстат самцовый разбрасывает, и на него становится молиться. Почему? Пятикратный намаз, пять раз. Кто это? Нам понятно? Вы найдите у нас, чтобы молодой человек на машине ехал, ну и на колени встал. Почему? Время молиться. Еще в советское время я это слышал. Она приехала у нас, вышла за такого замуж, и говорит, едем в Ташкент, остановилась. Я тороплюсь на вокзал, гляжу, а шофера нет. А где он? Глянь туда, я посмотрел, как-то он растерил, этот Стархан свой, матрасик, и на нем молится. А, как? Не, не, недолго, это недолго, сейчас он кончит. И все это знают. И когда мы в поездках были, в эти времена, тогда еще были, советские, мы одеяло, как только они молятся где-то, мы сразу одеяло раскидывали, милиция идет, они нас не тронут, потому что это их товарищ, а мы такие же самые. И поэтому у нас столько благословений было, тысячи выступлений. Это даже сказать нельзя, когда вспоминаем. Почему? И когда они молились, одна сразу подходит и говорит, я русская, вышла за них, я молюсь по-своему, они мне не запрещают. Но мы увидели вас, и вы молитесь. Понимаете, это, вот где все таится. Когда ты широко раскрываешь руки для объятий, Господь не оставит, чтобы пустое пространство у тебя было. Итак, еще раз прочти это место, чтобы запомнили. Кто хочет хорошо жить, побольше иметь чего-то. Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии. Сеть для человека, поспешно давать обед. И после обеда обдумывать. Обдумывать. Ко мне приходит человек, я его знаю, сын священника. Большой талант у него голоса. А после он будет в театре, где работать, и все. Посватался. А она там и даже против него-то. А он такой видный из себя, статный. И пошла за него. Он ко мне пришел, а уже дал обед. И за нее сразу пошел, принял монашество в Покровском соборе. А теперь встретил настоящую, которая к нему. Но уже против монашества никогда не был. Я за монашество. Только монашество не за стеной, а чтобы шли проповедовали. Когда он не связан ничем. Ну и так понятно. Павел говорит, хорошо, остаться как я. Павел же не имел жены. И здесь. Другой так. В Чечне был, и плен, и пришлось умолить Бога. Господь избавил, и он бежал. А теперь вздумал и нарушить. Ничего не знаю. Возврата нет. Это Бог. Не спеши с словами своими, ибо Бог на небе, а ты на земле. Дал Богу обещание. Выполняй. Все остальные заслуги. Все забудь. Господь. Никуда. А ведь мы дали обещание Богу при крещении, отрекаясь от сатаны, и плевали на него. А зачем ты теперь слушаешь, что сатана наворачивает тебе? Сатана, он может в родных, близких тебе говорить, пойдем служить другому Богу. Библия говорит, лежит на груди у тебя, не пощади утром, скажи, чтобы к вечеру ее не было на земле. Вот какие строгие законы на Бога. Это все здесь в Библии написано. Вы это считали? Менять свою веру, тем более веру православную, пойти куда-то, даже говорить об этом страшно где-то. 25-й? Подсчитал. Да, подсчитал. Так, 25-8. Мы считаем притчи Соломона. Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будет делать при окончании? Что будешь? Когда соперник твой осрамит тебя? У тебя 10 тысяч, а вот у тебя 20 тысяч. Господь сказал это в притче. Не лучше заранее примириться, если это есть такая возможность. Мы не сумели примириться. Мы вначале войну. Представьте себе, те какие знатные люди, которые напали, видели или нет, что Нюрбинский процесс будет, что их вешать будут. И главного-то нигде нету. Только потом сейчас пишут, что другой, где-то Парагвай скрывался, там то другое. А почему? Обманут был. Что у русских, там, чуть не 40 тысяч танков, это невероятно, во всем мире столько нет. Оказывается, его обманула разведка. И поэтому мы, если в тяжбе где-то, посмотри, возможно или нет. Да отдай ты, не спорь. Так он не прав. Да легче отдать. Отдать. А дальше что? Маленьше, чтобы Бог не наказал. Потому что он попал уже в черный список у Бога, а не у человека. Как? Он сирота оставил там без хлеба, отнял. Вы знаете, как это дорого обходится. Законы человеческие, а не человеческие. Хороший сад. Вы знаете, он на Муфея как было. Понравился. Начались люди, которые вышли и говорили, а мы слышали, он хурил Бога. Да я не говорил, я вас первый раз вижу. Говорил. И вы знаете, казнили его. Это нам говорит Святая Библия. И что с ним дальше было? Но это не один раз было. Ян Златоуст. Слышали такое имя? Это нам кажется. Ян Златоуст, там гигант. Он такой слабенький был. И женщина одна приходит и говорит, царица Евдоксия за Аркадием, которая, она у меня это сад отнимает. Это остался от мужа. Мы кормимся с него, продаем тут что. А почему? Закон государственный. Она шла и видит кисть винограда. Она руку потянула и сорвала. Ну сорвала-то, сорвала, но это мой сад. Закон гласил, как она это сорвала, сад уже тебе не предложит. Он царский. А она тебе заплатит или в другом месте. Это я ему говорю. И она пришла, она мне дает в другом месте. Ну там, зачем мне, когда рядом с домом, зачем мне за три земель-то где-то? И он выступил. Ян Златоуст с этого началось у него. И кончилось тем, что лишили жизни. Яна Златоуста. 47 епископов подговорили и против Златоуста проголосовали. Я сейчас слушаю. В 80-е годы я насчитал 12 томов. И сейчас я в доме, сейчас нельзя выйти, я в доме там замерил, у меня почти 6 метров, так до коленок-то. И мои записи сохранились. Это 64 катушки по 8 часов 20 минут. Она громко, я слушаю и как раз все это вот что прослушал. Он так удивлялся, как это могло все перевернуться по-другому. Его все любили. Закрывались там базары, чтобы только записать. Нотари стояли в дверях, все записывали и тут же в дверях торговали этими записями. Поэтому мы знаем Златоуста, это отрывочные. Может быть они не все. Ведь 4 том мы получили от армян не больше 100 лет назад. Я вам рассказываю не в басне. Нужно стремительно сказать я богатеть не буду. Я хочу, я не скрываю. Но только таким путем, как Господь. Вот здесь вот был у нас случай однажды. Ну, решили люди что-то там как-то делать. А у меня близкие отношения были с мэром. И он поспешил не в одном месте. На какие-то соревнования ехал. Я мимо его там доска памятная два раза в день хожу, два раза останавливаюсь и молюсь. Он был верующий. Он приезжал сколько раз, когда наш храм строился. Вот каких Бог дает людей. И тем более, который советник рассказывает их отношения его. И вот этот, который был проректор, где мы были, тоже звать Владимиром. И тоже его отношение было не по-человечески доброе. полный кабинет профессоров. Он встанет, обнимет и поцелует и поклонится. Я поклоняюсь, преклоняюсь перед всем человеком. Почему? Господь через это нас побуждал, чтобы мы сегодня помолились. Он умер. А этот уже 20 лет нет его. Я говорю о сердечном своем состоянии. Кому верующие, они можем молиться. Я точно узнал уже. два Владимира. Будете поминать, помяните. И у директора РТИ был, вот эти вот, все, что у нас есть, это все он дал на лодке. Анатолий звать было. Я говорю о загробном мире. Если Господь позволит вспомнить где-то второй офис. Так, притчи. 28-20. Верный человек богат благословениями. А кто спешит разбогатеть, тот не останется ненаказанным. Это какая история это где-то. Кто спешит, а как спешит? Подделкой, взятки. А сегодня взяточник или кого узнать, специально просвещивает. На нем остаются невидимые знаки. И когда у него тут находит, сразу спешитился, он руки опустил. Он же знал это, а тут забыл. Потому что вот возьмите здесь юридический факультет. Это данные уже опубликованные. Ну и студенты спросили, а сколько вы будете получать? А какая ваша должность? Ну кто-то говорит, прокурорам это уже не знаю. Ну и то другое. На сколько, столько? Взятка в 10 раз больше. Возьмете, где-то 85% сразу сказали возьмем. Потому что на такую зарплату жить. Это сегодня. Еще они не стали судьями, не адвокатами. А уже а что сделать? Ну повысить, во-первых. И потом сказать, что всякая ложь от дьявола. Если вы так, то лучше займите другую должность. Ну как-то можно вывести, но не так, что он уже говорит, я преступником буду, и вы его опять ставите. Мы в дороге ездили и только случайно узнали. На этой дороге опасно бандитизм идет. Останавливают машины, уничтожают шоферов. И они к нам подошли, а у нас собака залаяла, и видимо отошли. И руководитель капитан женщина. В другом месте воровство главное делал который протеерей. Перекрашивали, все делали, его арестовали. Это все, я говорю, официальная хроника. Как быть? Вот пока он здесь, пока поперек лавки лежит, ему говорили только правду. Ничего, кроме правды, единственную истину, чтобы ребенок знал. Дома? Дома. Так и скажи, а то иди скажи, что меня дома нет. А ребенок это знает. В другом интересное, когда отец посчитал, складывался на колени, девочки зашли, отец дома, я посмотрю, открыло, с папой нельзя трогать, он с Богом разговаривает, а сейчас ему Боженька говорит. Боженька ему сейчас говорит, а он Боженьки теперь говорит. Вот ребенка надо к этому поварючить, чтобы он даже не задумываясь мог ответить. Как? Притом искренне. Ребенок приносит из библиотеки, ну там про Гарри Поттера, там все. Отец взял, ты откуда взял библиотеки? Он взял в печь, боже, а как я пойду? Я сам рассчитаюсь. Он пошел, взял с собой Библию, библиотекарем стал говорить, он говорит, ну это колдовство, мы христиане, ну вы верните, зачем других отравлять? Я сжег ее, а я вам Библию даю. Это не одно и то же. И дальше как развивается история. Она нет, нет, прошла неделя, маленько посчитала, стала сестрой в Господе. Но этот человек оказался не православный. То есть мы услышали это, как, а не так, я, пускай, лишь бы меня только обошло. Нет, мы ответственны за то, что если я мог задержать, мог сказать, не промолчать, ну, по-христиански поступить. Так, второе фессалоникийцам, вторая глава, первый, второй стих. Я говорю о том, чтобы не опоздать, чтобы стремительно бежать на поприще. Многие бегут, но один получает награду. Конкурс будет. Это прямо о конкурсе речь идет. Так, второе фессалоникийцам. Нет, нет, маленький еще. Вот так. Второе фессалоникийцам. Вторая глава. Первый, второй стих. Они тут все рядом. Первый, второй стих. Молю вас, братья, пришестие Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Вот так. Под именем Павла подписывались, а совершенно, не знаю, тут стремительно работают и очень так, можно сказать, даже по-евангельски, свидетели Юговы называется, свидетели старожой башни. Но они во всем мире Библию перевели новый перевод. И когда, ну, пожаловались люди, и в Англии их шесть человек взяли, они назвали самых главных, а одного предложения правильно не могли перевести. то есть там в руки не берите даже. Это к Библии никакого отношения не имеет. Но поучиться, что они не сидят дома и идут от двери к двери, потому что на что Дворкин такой знает, все говорит, самая быстро растущая секта во всем мире. А я верю, что все 200, 70 лет назад, даже нету. И мы должны этому научиться. Они дома не сидят. На пенсию она внучку свою взяла за руку и пошла. И она, вот на меня они не один раз выходили. А вы хотели бы Библию изучать? Я говорю, мы ее изучаем, приходите к нам. Я им дал адрес, в университет где прийти, больше никогда не звонят. Обычно идут он и она двое. Ласковая, одета. Я иду, а они выскочили двое. Остановили. Стали говорить. Только я сказал, что мы можем вам, они свои там записи дают, решительно в них ни с кем не разговаривать. А мы свободно выслушали их учения, знаем и видим все заблуждение. Христа за Бога не признают, души нет, вечного мучения нет, но этого достаточно. Это пытался говорить, что нет вечного мучения профессора Осипова. Там в дребезги разнесли, сейчас в интернете собирать нечего. И далее. Первое Тимофея 5.22 Так, первое Тимофею 5.22 Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участникам в чужих грехах. Храни себя чистым. Кого руку полагают, не надо торопиться. А поставили, а теперь они знают, что с ним сделать. Вот когда здесь времена были другие, но они были там в Москве, захватывать надо. Ко мне даже один приехал и говорит, хотите вот Покровский собор тогда один был? Я вам помогу, мы его отнимем. Отнимем. Я знаю, как это делать. А приехал куда? Потеряевку. Теперь он патриархийная беда, а он против вот так вот воевал. Я не хочу даже трогать. Я вижу, что это не по-честному. Зачем мы будем брать, когда нас 5 человек? А вот этот вот мы думали там консерватория, там где маленький такой храм. Долго не могли бы узнать, как сбалкаться был крестовозвиженский и насторятель, который был Игнатий Тихонович. Вот что удивительно, это у нас в карьере написано. И этот человек, что-то мы это сделаем, отнимем? Я говорю, никак не надо. Никак. И он опять переменил все, и сейчас ну решение Бог принимает. Я только молюсь, чтобы благослови Господи его, чтобы он забыл все вот это вот метание и показать себе, что я могу кого-то. Не отнимать надо, а давать. Блажение давать, нежели принимать. Так, Евреям 6.1. Чтобы не оказаться опоздавшим. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращения от мертвых дел и вери в Бога. Все поспешим. Когда руки на кого возлагать, не спешите, надо узнать сначала, годится или не годится. Это для этого испытания должны быть. Какое правило? Я вот, когда был за рубежом, я рассказывал о том. Меня призвали священники, архиепископ, это было в Сан-Франциско, и там мощи Шанхайского у нас его здесь есть икона. И они говорят, к нам просят из России, а мы никого не знаем. Называют. Я слышал, слышал, но не встречался. Отец Аким знает. Ну, а как нам узнать? Отказать от дверей? Ну, не знаю. Я говорю, очень просто. Направляйте к нам Потеряевку на 3 месяца. Через 3 месяца я вам дам характеристику. Вместе вставать он будет, как будет работать. Это очень просто делается где-то. Видите как? Почему? Ну, простая жизнь, без обмана. Вставай, работай, как питаться. Матфея 10, 23. Не спешить, не спешить, рукополагать. Матфея 10, 23. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно, говорю вам, не успеете обойти городов Израилев, как приедет сын человеческий. Смысл в чем? Когда будет гордить опасность. Еще раз говорю, если сейчас наступит это время, нас с нами никто считаться не будет. Закон там, все это кончится. Все законы отменяются. Будет один закон, который будет идти оттуда. И один владыка будет. И перед всеми произносит себя Богом. И многие его примут. Все религии будут запрещены. Как мы проходили. Это Диоклетиан был. Перед самым уже пришествием Константина четыре дикта. Первое. Священников всех арестовать. Книги все сдать. А книга, наверное, показывает сегодня, где не разрешают. Спрашивает, ты Библию имеешь? Он Евангелие имеет. Ну вот твоя книга. Ты читал? Считал. Каким пальцем ты листал ее? Да какая разница-то? Ну вот этим. Тут же вот так вот разрезают кожу и пеплом присыпают, чтобы не заросло никогда. А Библию забрали. Это сегодняшние дни. На эту тему даже патриарх как-то выступил. Сколько людей каждый день казнят. И вы знаете, о ком говорится. И поэтому мы на молитве не дремать, даже напомнить, кому сегодня так. Арестовали 28 молодые ребята, показаны. Ну молодежь прямо совсем приговорили. Одели в красную одежду. Идут мимо там самые, где останавливаются, как урна такая и кинжалы. Каждый проходит, кто ведет их. Арестованы они, останавливаются, поставили. Вот здесь позвоночник уже знает куда. Так раз, толкнули все и показано. Море красное. 28 человек. Ну их канонизировала Фиопская церковь. А мы-то ведь ходим, верующие. Тебя знают, что ты верующий? Тебя не притесняют, ни зарплату не уменьшили никак. Мы должны молиться сегодня и за правителей, и за то, которые в городе управляют. Разуми их, Господи, чтобы все делали по совести, по слову Твоему. Слава нашему Господу, что он нас любит, и напомнил нам сегодня, чтобы мы на этом присталище не сидели, не плелись ногами, а бежали. Ему слава во веки веков. Аминь.